Здравствуйте, меня зовут Виктория, и я у вас спрошу несколько вопросов о том, как вы прошли какой-то из курсов Школы финансов, чтобы вы рассказали людям, которые в будущем, возможно, тоже захотят повторить ваш путь. Итак, начнем. Я предлагаю вам представиться и рассказать несколько слов о себе, чтобы ввести в курс дела всех наших слушателей или тех, кто смотрит. Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Павел Львутин, я прошел Школу финансов в магистратуру в 2005 году, и, собственно, для меня это явилось входным билетом в мир финансов. Я проходил именно еще совместную программу Высшей школы экономики и Гумальского университета. По этой программе я обучался год в Москве, год в Берлине, в Германии. И после этого, для того, чтобы получить практику в международных компаниях, получить международный опыт, я искал работу сразу в Европе для того, чтобы со знания языка применить те знания и инструменты, которые освоил в рамках университета на финансовом поприще. И, собственно, вышка для меня явилась, Высшая школа экономики, школа финансов, явилась для меня таким альмаматор, который позволил получить очень хорошие фундаментальные знания, с помощью которых я успешно сдал все испытания и прошел экзамены международных университетов, в частности, вот, как я сказал, Гумальский университет. Это была международная мастерская программа, и для того, чтобы на нее попасть, необходимо сдать экзамен GRE, Graduate Record Examination, плюс необходимо было подтвердить Тойфель, да, знание английского, и в рамках отобранных студентов, да, российские студенты, которым не я один, было несколько студентов от Высшей школы экономики, от Школы финансов, мы, собственно, были в топе рейтинга, для нас не составляло сложности пройти многие экзамены, и могу сказать, что все, кто вот с Высшей школы экономики, с Школы финансов были, да, были самые молодые с точки зрения возрастного ценза, и успешные с точки зрения получаемых отметок, и самые быстрые с точки зрения прохождения всех этапов, то есть построены европейские программы таким образом, что для того, чтобы выполнить все требования и получить диплом, необходимо набрать минимальный набор кредитных, как как бы кредит-поинт, то, что называется, да, в европейской системе образования, и для этого необходимо прослушать определенное количество курсов, чем сложнее курс, тем больше эти кредит-поинты, чем больше он по времени, и могу сказать, что Высшей школы экономики, Школы финансов, все, кто представители проходили эту программу, мы за год все пункты выполнили, поскольку, с одной стороны, и те курсы, которые мы проходили Высшей школы экономики, их зачли за многие европейские курсы, то есть, по сути, образование приравнивается к европейскому, это с одной стороны, с другой стороны, практически с первого раза всем удалось успешно сдать минимально необходимые требования и получить диплом в течение, по сути, обучаясь год, да, в течение года, в то время, как многие студенты европейские, даже с разных стран университетов, поскольку программа была международная, у них занимало это 2-3 года и больше, то есть, в принципе, по уровню подготовки и знаний, тех знаний, которые мы получали в рамках Школы финансов, нам удалось всем студентам, кто по этой программе обучался, успешно завершить образование Европейского университета. И далее, уже имея диплом Европейского вуза, претендовать на многие программы крупных международных компаний, собственно, как я и сказал, это явилось таким входным билетом в мир международных финансов, поскольку, как prerequisites, да, подача заявок на многие эти программы выступают именно требованиям мастерс-дегри в известных крупных университетах Европы, мира. Вот, ну, если вкратце, то вот так начался мой путь, да, со знакомствами в Школу финансов. Ранее, может быть, подробно, ну, не буду так останавливаться, почему, что меня привело в Вышку. По сути, как бы я в Вышую Школу финансов поступил уже из бакалавриата Вышой Школы экономики. А Вышую Школу экономики, коротко скажу, я попал с подготовительных курсов, на которых, собственно, меня покорили преподаватели, очень такой интересный, захватывающий, доступное изложение материала о современных концепциях. Все учебники, которые мы практически проходили, были на английском, с очень активным вовлечением математического аппарата, то есть инструментарий, все просчитывалось, все возможно было пощупать в цифрах, да, не абстрактно просто, только словами, а с таким хорошим математическим аппаратом и очень замечательные преподаватели по математике и по экономике. Это, собственно, меня привлекло в Вышую Школу экономики, а затем в Школу финансов как одну из топовых университетов. Один из также моментов важных отмечу, я в свое время еще в Бакавриате участвовал в Finance Case Study Competition, не знаю, проводится ли он сейчас, думаю, что либо он, либо какие-то подобные вещи проводятся. Это организовывалось аудиторской четверкой, по-моему, PricewaterhouseCoopers компания, плюс несколько корпоративных компаний и компаний E-Graduate, и на тот момент наша команда от Вышой Школы финансов как раз заняла первое место, а соревнование было с топовыми университетами, как МГИМО, МГУ, и еще, по-моему, там несколько университетов участвовали, и, соответственно, наша команда была признана лучшей. И, собственно, мне кажется, это один из таких факторов весомых, который показывает высокий уровень качества образования и высокий уровень студентов. То есть важно отметить, что Вышка – это не только просто хороший преподаватель и материал, как я сказал, на котором проводится обучение, но и студенты, с кем вы учитесь, поскольку работает очень хорошая система отбора, которая отбирает действительно лучших из лучших способных ребят, и, соответственно, обучаясь в такой среде, естественно, это налагает и на Вас обязательства в части именно работы. И, с другой стороны, приятно было работать, многому учиться, поскольку я, будучи не специализированной школой какой-то, мне пришлось подготовиться довольно значительно, вложить ресурсы для того, чтобы пройти все, допустим, прорешать экзамены прошлых лет, то есть сдавался специальный учебник по подготовке, по которому нужно было пройти и очень хорошо подготовиться, а когда я пришел, в принципе, я не могу сказать, что я был там лучший из лучших, поскольку на тот момент были отобраны люди, действительно, с лучших школ, то есть там математические школы и так далее, то есть у которых очень высокий был уровень подготовки, и я даже далеко не из лучших из лучших был. И это меня подстегивало очень сильно учиться, достигать тех высот, которые были у этих ребят, и Высшая школа экономики давала все инструменты для этого. Поэтому важный момент, с чего бы я хотел отметить, что действительно работает система отбора, которая подбирает лучших из лучших, и это позволяет Вам участь в такой среде, быстро, эффективно осваивать и мотивирует Вас на достижение высоких результатов. Спасибо большое. Да, Вы прям своим маленьким введением ответили уже на несколько таких фундаментальных вопросов, поэтому я немного пропущу, чтобы нам было все компактнее. Самое главное, о чем бы я хотела узнать, поступая в школу финансов, какую цель Вы изначально себе ставили? То есть Вы говорили, что Вы до этого уже учащен на курсах при Вышке и в самом бакалавриате в Вышке. Вы как бы понимали специфику этого обучения и понимали примерно, что Вас ждет? Именно почему именно школа финансов и какая главная цель? Ну смотрите, почему школа финансов? Для меня высшая школа экономики олицетворяет такой вуз, в котором практикуются современные подходы как к обучению, так и презентуются современные концепции, навыки, скиллы. То есть в чем это выражается? Это выражается в большом количестве программ взаимодействия с международными университетами. Как я привел пример, допустим, я учился на совместной программе, но и до этого в бакалавриате к нам приезжали профессора с европейских университетов. Была возможность прослушать курсы, будучи даже в школе экономики, иностранные курсы, пообщаться с лучшими профессорами европейских университетов. И учебники все были на английском, литература, доступ к большому количеству электронных журналов на английском языке. То есть меня вот это привлекло именно современный подход, обучение современным концепциям. Это дало мне уверенность в том, что те навыки и знания, которые я получу в рамках этой программы, будут востребованы рынком, я смогу пойти на рынок труда, условно говоря, быть уверенным в своих силах, в своих знаниях, в практической применимости. И, кроме того, уже даже на тот момент вышка котировалась, сам вообще бренд, в том числе и школа финансов, как одна из лучших именно в финансах. И поэтому, собственно, это меня и привлекло. То есть те же экономические дисциплины, там МГУ, МГИМО, исторически они как такие брендовые столпы, лучшие в сфере образования, но в сфере экономики именно и финансов, в особенности вышка, выглядела именно таким наиболее прогрессивным, продвинутым университетом. Еще важный момент, пока не забыл мне сразу, пока далеко не ушли, по поводу, что я хотел сказать, по поводу иностранных университетов, приписаров, то, что приезжали, возможность поучиться на международных программах. А, то, что вот CFA, да, может быть, многие осведомлены, ну, одна из сертификаций в сфере инвестиций, в сфере финансовом мире, да, очень известна. Могу сказать, что, ну, я обладателем являюсь сертификатом CFA, держательным сертификатом CFA, и, собственно, один из тоже доказательств того, что действительно те знания, которые мы получали по эконометике и по финансам в рамках школы финансов, они с легкостью позволили мне сдать экзамен с первой попытки и довольно быстро получить этот сертификат. И, более того, сейчас даже вот общаясь в кругу представителей этого держателя сертификата CFA и этого сообщества, да, российское Russian Chapter, слышу о том, что действительно представители, вот студенты от ШШ, от школы финансов, по статистике набирают самые лучшие результаты, самая многочисленная такая сильная группа. То есть это тоже одно из таких доказательств, что, поскольку вот этот сертификат, он является международно признан, это не какой-то такой внутренний или локальный российский там ангажированный сертификат, это именно международно признанный объективный сертификат в сфере финансов. Хорошо. Да, еще пару слов про цель. Вот помните, я вам говорила, при поступлении именно в Школу финансов такой главной целью, может быть, мотивации, почему вы решили продолжить обучение именно в Школе финансов? Для меня обучение в Школе финансов выглядело как таким карьерным трамплином для выхода на международные компании. Как я сказал, в Высшей школе экономики практикуются современные тенденции, подготовка с английским языком, с возможностью получения дополнительной сертификации, либо, ну, то есть, допустим, те, кто учились даже в Вышке, например, могли получать какие-то сертификации от других университетов, пройдя, допустим, какой-то курс, получать подтверждение. И эта возможность была и попрактиковать английский, и получить знания современные, использование вот этих сертификатов их знаний. Собственно, я видел это как возможность получить международный опыт, поступить на международные программы. И, как я уже сказал, для меня как раз после окончания университета вот эти graduate recruitment programs выглядели целью. Я хотел попасть на эти программы, а как одно из prerequisites на эти программы было как раз требование master's degree от топовых университетов, и в том числе Вышка как одна из лучших. Ну и, получается, в сфере финансов, в этой специализации выпускники вот на тот момент большого количества, я не могу сказать, что причиной было того, что я смотрел на выпускников, поскольку истории на тот момент большой не было, на тот момент я смотрел такой продвинутый, очень активный вуз с европейскими ориентацией на международный уровень знаний, который позволит устроиться международная компания. На тот момент особенно востребован был международный опыт. Сейчас уже, конечно, это в меньшей степени, поскольку многие компании уже российские переняли лучшие практики, но, тем не менее, мне всегда интересно было развиваться на стыке международной деятельности, то есть работа либо в российских компаниях где-то за рубежом, либо иностранные компании, которые приходят сюда, в Россию, а для этого необходимо, естественно, языки знать, обладать современным инструментарием и практику стажировки международных компаний. И обучение в вышке позволяло это сделать, поскольку было на слуху в международных компаниях, давало все инструменты и средства для того, чтобы получить эти знания и быть признанным на международной арене. Поэтому, собственно, это для меня главным мотиватором и выступало. Отлично. А вот вы затронули тему, что для как раз-таки поступления куда-то за границу или работы в каких-то международных компаниях нужны вот особые навыки. Я бы хотела узнать, какие навыки вам дала именно школа финансов? То есть мы немного убираем бакалавриат, который вы заканчивали, а вот для будущих, тех, кто будет учиться именно в школе финансов, какие главные навыки обучение там вам дало? Что больше всего запомнилось? Что больше всего запомнилось, это очень сильный математический аппарат в виде эконометрики, в виде курсов финансов по стоимости, по инвестпроектам, по построению финансовых моделей. Вот эти вот навыки, они очень востребованы на рынке труда, и это с легкостью позволяло мне включаться в любые проекты аналитические, как в сфере инвестанализа, так и автоматизации бюджетирования, планирования, перестраивания процессов реинжиниринга и понимания в целом всей цепочки ценностей в компании. То есть, условно говоря, приходя в любую компанию, у меня было четкое понимание, как должны быть эффективно настроены процессы для того, чтобы создавать стоимость, и на каких вещах надо концентрироваться и фокусироваться. То есть, условно говоря, не требовалось какой-то такой вот hands-in management, то, что называется, когда руководитель занимается микроменеджментом, объясняет все, показывает, условно говоря, была картинка, как должно работать, и я вот то, видя идеальную схему, как должно работать, уже быстро встраивался в структуры, даже если где-то что-то неэффективно работало, эти знания позволяли мне делать предложения руководству, как что-то реорганизовать, как что-то улучшить, какие инструменты доработать, чтобы настроить процессы более эффективно. То есть, по сути, если коротко сказать, то те знания, которые получил, как я сказал, по инвест-анализу, по финансовой отчетности, по финансовому моделированию, по математический аппарат, в том числе с эконометрикой, связанной с анализом данных, он позволил мне сформировать вот эти ключевые навыки, которые, в принципе, универсальны для любой компании и дают возможность, во-первых, быстро встраиваться, во-вторых, быть гибким. То есть, у каждой из компаний свои процессы, навыки, свои процессы и данные, но то, что связано с финансами, оно более-менее универсально. И вот эти универсальные знания, которые можно применить в любой отрасли, в любой индустрии, я получил в школе финансов, что мне, собственно, открыло широкий спектр возможностей, то есть был широкий выбор. И в основном, если говорить о выборе, сейчас, может, мы перейдем к этому, две глобальных ветки – это консалтинг, инвестиционный, финансовый и индустри. У меня первый опыт, первые шаги был как раз в финансовом консалтинге, то есть работал в коммерческом банке, в инвестиционном аналитикам, в фонде, в большой четверке в сфере оценки бизнеса. И вот те знания, навыки, которые я получил, собственно, позволили мне дополнительно получить международную сертификацию CFA и быть успешным в прохождении всех этапов отбора на вот эти вот и программы международные, и в том числе в сфере консалтинга, в сфере финансов. Вы уже несколько раз упомянули, что вот это все позволило вам работать в международных и российских компаниях, и я думаю, что каждому, кто в будущем или сейчас проходит курсы, ему интересны практически какие-то, ну, реальные кейсы, кем они могут быть в теории. Поэтому, мне кажется, было бы супер, если бы вы рассказали о вашем опыте работы в российских и международных компаниях, чтобы это было еще дополнительным стимулом для людей, которые вот не могут никак решиться или уже решились на учебу в школе финансов. Да, могу сказать так, что, как я уже сказал, да, два направления в сфере консалтинга, собственно, завершение курсов и прохождение обучения в школе финансов позволяет успешно пойти по этому карьерному треку как аналитик, да, или консультантом, да, начального уровня. Далее, набрав, собственно, небольшую практику, там, год, два, три в этой сфере, и дальше уже в рамках этих компаний дополнительно проводятся курсы по обучению менеджмента, управления, да, человек дальше может расти уже как менеджер, переходить на позиции менеджера и далее уже до позиции директора и партнера. То есть это вот один карьерный трек. Но очень многие, получив практику большой четверки либо консалтинга, через, там, два, три, четыре года, уже достигнув определенного уровня, там, менеджера, да, какого-то года, либо директора, переходят в индустрии и внутри индустрии уже на довольно-таки хорошие позиции, лидовые, то есть это в основном либо руководители направлений по инвестициям, либо по стратегии, либо, если это больше уклон не консалтинг, финансовые оценки, либо анализа, это в основном налоги, да, одна ветка, либо это отчетность, соответственно, это больше сферу отчетности, да, руководители отделов МЦФО, либо, ну, с дальнейшим треком все эти, все эти вот позиции, да, дальнейшее карьерное развитие дает возможность в конечном итоге идти к позиции финансового директора в индустрии. Либо другой путь трека, это когда вы начинаете внутри каких-либо компаний средних, там крупных, в департаментах финансов, как аналитик, и далее растете уже на позиции в соответствующих департаментах, здесь тоже в зависимости от того департамента, куда вы поступаете, да, финансы они делятся, либо это учет и налоги, либо это контролинг финансового планирования, анализ, либо это стратегический инвестиционный анализ, то есть вот по вот этим вот трем направлениям вы дальше растете и также, в принципе, теоретически можете дорасти уже, ну, и не только теоретически, а практически там через 3-5 лет, да, вырасти в руководителя направления соответствующего, либо в той компании, куда вы приходите после окончания, либо там через, в той же компании, либо через сколько-то набрав какой-то багаж, да, количество лет, переходите уже на подобные позиции в более крупных компаниях, да, либо, соответственно, там развилка может быть меньше компаний, но больше позиции, либо больше компаний, но, как правило, большие компании, они подразумевают отдачу от масштаба, то есть количество высоких позиций, он, естественно, ограничено, там больше уже высокогрейдовых, ну, высокого уровня специалистов, да, берут, либо начальник каких-то управлений, то есть выходы, получается, карьерные треки, это вот такие с точки зрения такой наемных карьеров, с точки зрения собственного бизнеса, естественно, у кого есть идеи, те инструменты, которые презентуются в высшей школе финансов, по сути, они дают универсальный багаж, который устраняет необходимость в том, чтобы добирать какие-то специфичные знания, поскольку добрать уже остатки какие-то специфичные знания по конкретным, да, направлениям, это уже не представляет никакого труда, человек может либо самостоятельно там через обучение, через учебники, через какие-то видеокурсы там, да, небольшие, да, либо через интенсивы, те же дополнительные от школы финансов, но в целом у него будет хорошая база, которая будет позволять ему в дальнейшем самому развиваться и в двух направлениях идти, либо самому, да, в своем бизнесе вести полностью эту функцию финансовую, да, отвечать за нее, либо, по крайней мере, грамотно нанимать специалиста, кто будет за это ответственно, вести диалог профессионально с ним и набирать действительно квалифицированный персонал, который будет эту работу выполнять. Отлично. Вы рассказали, что, ну, то есть, вот вы раньше говорили о навыках, которые потребуются для работы в таких корпорациях, а вот интересно, есть же какие-то черты, возможно, качества, которым должен обладать человек для того, чтобы стать успешным финансистом? Как вы думаете? Самое главное качество – это аналитичность, то есть у человека должна быть предисположенность к работе с цифрами, он должен быть въедливым, понимающим цифры из глубины, не просто бездумно там сравнивать цифры, а понимать все взаимосвязи и какое-то любопытство, желание выстроить систему, систематизировать, структурировать информацию и уметь работать с неструктурированной информацией посредством применения всех этих практик, логических конструкций, которые проходятся в курсах и в школе финансов. И интуитивно человек это может понять, собственно, разобрав несколько кейсов, задачек, с которыми приходится сталкиваться в ежедневном режиме с финансистом, просто разобрав некоторые примеры, может быть, какие-то кейсы, и понять, насколько близко ему, насколько он готов к такой работе, поскольку процентов, по крайней мере, на начальных стадиях, в любом случае 3-4-5 лет, первые приходится осваивать на практике, делать ручками многие вещи, они связаны с хорошими Excel-скилл, с работой с системами, пониманием данных, и в этой связи у человека действительно должно быть усидчивость, желание, интерес работать с цифрами, с аналитикой. После этого уже включаются, как я сказал, на более высокие руководящие посты, там уже больше софт-скилл проявляется, умение работать, руководить другими людьми, взаимодействовать, выстраивать определенные отношения со стейк-колдерами, ключевыми персоналиями, поэтому это уже идет следующий уровень карьерного роста, а вот на первых парах, чтобы стать именно высококлассным финансовым аналитиком, специалистом, требуется действительно умение и желание, радость от работы с цифрами, большими объемами данных, умение обрабатывать их быстро и выстраивать из них структуру и не просто так работать с данными, а понимать, какие выводы можно сделать на основе этих данных и какие решения принимать, поскольку любая работа финансиста с данными, основная задача его, это выработать наиболее эффективные решения в управлении с использованием данных, с использованием цифр, то, что в консалтинге называют fact-based, decision-making, то есть все решения менеджмента, руководство должны основываться на реальных фактах, цифрах, обоснованных решениях, но для того, чтобы получить качественные данные на ход и правильно их обработать, сделать выводы из них, правильно презентовать, в этом, собственно, заключается задача финансиста. И на первых парах, в особенности это связано, ну, до 80-90% это работа с данными, с информацией на числовой. Так, да, отлично, спасибо. Вот теперь интересна именно ваша ситуация, то есть для вас, какой сейчас является главной целью в профессии? Я думаю, вы уже достигли нескольких, пока обучались и пока работали, и вот интересно, что сейчас происходит, может быть, у вас есть какие-то цели на ближайший год? Возможно, это какая-то новая должность или какие-то новые, не знаю. Сейчас, на данный момент, я являюсь консультантом компании IBS. Наверняка, думаю, многие слышали и знают о такой компании, это российский IT-интегратор. Эта компания занимается, то есть в рамках этой компании она сфокусирована именно на IT, и, собственно, меня это и привлекло, я хотел развиваться в стыке с IT, поскольку любые финансы, они сейчас, эти процессы связаны с финансами, они автоматизируются, и очень много завязано на автоматизацию. И, собственно, эта компания предлагает как решение IT, так и методологическую базу для внедрения тех физических и технических решений, которые существуют. И методологическая база, вот эта консультант, я являюсь консультантом в этой области, и, собственно, основная задача, цель – это улучшить финансовые процессы в компаниях заказчика, оптимизировать деятельность, чтобы вся экономическая деятельность была прозрачна, чтобы информация была доступна быстрее во всех необходимых критических ключевых срезах, то есть потом та аналитика, которая нужна для принятия решений, чтобы она появлялась быстро, корректно и с наименьшими затратами со стороны заказчика, со стороны компании. И вот мне интересно работать в таких проектах. Собственно, я как консультант сейчас этим занимаюсь на довольно-таки крупном проекте и в дальнейшем вижу себя именно в развитии подобного рода проектов, то есть где моей задачей заключается в предложении заказчику именно решений, как реструктурировать, улучшить финансовые процессы в компании, чтобы компания могла наиболее эффективно принимать решения для себя по дальнейшему развитию, по инвестициям, по финансированию того или иного направления. И, собственно, все инструменты, которые существуют, основной слоган компании это умный выбор меняющихся технологий, то есть технология постоянно меняется, но что выбрать заказчику и для решения каких методологических задач с точки зрения бизнеса и бизнесовой составляющей, вот это основная цель. И для меня интересно работа на таких крупных проектах, которые позволяют полностью реорганизовать финансовые функции, предложить IT-продукты, которые позволяют эффективно управлять бизнесом компании и дальнейшее карьерное развитие я свое вижу именно в этом направлении, чтобы в новых отраслях, в более крупных компаниях внедрять современные решения с фокусом на создание стоимости, на улучшение эффективности компаний. И, собственно, в этом направлении здесь важен еще проектный менеджмент, то есть я для себя вот как скиллы ставлю, например, цель – это улучшение своих навыков работы в Project Expert, то есть чтобы можно было планировать проекты, организовывать команды людей, взаимодействие с заказчиком. И одно еще, тоже один из важных моментов, скажу, что это не просто внутри одного проекта, как правило, крупные компании все, они пользуются многими системами, эти системы нужно интегрировать. И вот интеграция этих систем – это один из таких сложных и очень важных моментов, на которые в крупных таких проектах оптимизации делается фокус. И вот эта часть для меня наиболее интересна, поскольку она подразумевает как анализ существующих систем, так и взаимодействие с большим количеством стейкхолдеров, различных подразделений компаний. И такие крупные проекты делаются большим количеством различных подрядчиков, различных специалистов, поэтому координация и взаимодействие всей здесь очень критично использование различных программных продуктов для планирования, для перестройки сетевых графиков. Поэтому для меня как один из скиллов я вижу развитие в этом направлении. плюс развитие именно навыков менеджмента, то есть управления заказчиком, управления подчиненными, управления смежными проектами и коллегами. Поэтому вот в этих направлениях такие проекты позволяют сформировать очень такой ключевые компетенции, которые позволят дальше выходить на более высокие уровни руководства направлениями крупных компаний, как со стороны IT, так и со стороны финансов. Я уверена, что у вас все это получится, потому что исходя из того, что вы говорили о своих навыках и о качествах, которые нужны успешным финансисту, я уверена, что вы сейчас уже обладаете большим количеством. И вот я бы хотела узнать, оглядываясь на ваш опыт и вообще на всю вашу учебу, порекомендовали бы вы какие-то может быть особые курсы или вообще в целом школы финансов всем людям, которые сейчас в ней заинтересованы, но может быть сомневаются или на пороге того, чтобы решиться. Я бы предложил развеять сомнения следующим образом. Довольно просто сейчас в современном мире открыть интернет-ресурсы и посмотреть. В мое время даже это было намного сложнее. Для меня в школе экономики уступала вот таким вот черной лошадкой, про которую говорят уже, ну как бы на то время, как я сказал, уже она в топе рейтинга присутствовала по экономическим направлениям, один из сильнейших узов. Я пообщался с преподавателями, выпускниками. Вот, сейчас есть другая даже возможность, наиболее, как сказать, объективная, доказательная база. Уже за 15 лет, вот как я закончил ВУЗ, можно посмотреть, а что произошло с теми выпускниками, которые закончили там 5, 10, 15 лет назад. И вы увидите очень хорошую статистику по, то есть, вот даже вот мое окружение могу сказать, что большинство людей сейчас являются действительно представителями на лидовых позициях, ведущих позиций в крупных, известных компаниях. Это вот можно взять просто имена, посмотреть по высшей школе экономики и посмотреть, кто являлся собственником, кто какие позиции сейчас занимает. Действительно, большое количество людей сейчас являются в крупных международных компаниях ведущими специалистами, либо как минимум, а как максимум это директора отдельных компаний, либо финансовыми директорами, либо генеральными директорами, либо это собственники своих бизнесов каких-то небольших, либо там более-менее средних бизнесов. Ну, наиболее такой вот известный пример, даже далеко ходить не надо, может быть, все знают, Павел Макрухшин, например, с нами учился. Он в том числе, вы, наверное, знаете, Брусника, его компания, которая предоставляет выпечку, в том числе, на многие мероприятия высшей школы экономики. Тот же взять можно, причем, человек, который учился, поступил в вышку не из вышки московской, а из региональных вузов, из Нижнего Новгорода, по-моему. Александр Балахнин с нами учился, сейчас является финансовым директором медиамаркет, о, не медиамаркет, это Яндекс-маркет, то есть IT-направление, крупная IT-компания российская, финансовый директор. Мне кажется, это очень великолепная история успеха, да, с аксесс-сторией, при этом до этого он являлся здесь, начал с аналитикой каких-то небольших компаний инвестиционных, потом пришел, по-моему, в Морган Стэнли или Голдман Сакс, прошел путь от аналитика до руководителя направления, покрывал там многие компании европейские, уехал, по-моему, европейский офис в Лондоне, есть средства, можете открыть LinkedIn, можете знаете, есть такая сеть бизнес-контактов, и по ней прям пробить Высшая школа экономики и посмотреть, кто когда заканчивал, кто на каких позициях, и это, мне кажется, является весомым доказательством того, что и качество подготовки в УЗИ, и качество людей, кто отбирается в саму Высшая школа экономики, действительно на очень высоком уровне. Еще пример могу привести даже Денис Таффинцев тоже, с нами учился, который на немецкой программе, в Гумбольский университет, куда я ехал, учился, он сейчас партнер, по-моему, фонда, некий фонд украинский, но с американскими корнями, то есть он изначально после этой программы пошел в консалтинг работать, он работал в компании McKinsey несколько лет, после этого уехал на MBA, а вот после MBA на летних стажировках проходил стажировку в одном из фондов, и, собственно, в том фонде он был как принцип, по-моему, потом стал как партнер, и с участием этого фонда, в том числе, они входили в инвестиции в Тинькофф Банк, когда банк просто с нуля Олег Тинькофф организовал, они в том числе предоставляли фондирование на ранних этапах, ну и мы видим, насколько успешен этот банк, то есть у них таких историй, в принципе, довольно-таки много, можно тоже, вся информация, она публично доступна, то есть это не какие-то секретные истории, рассказываю особо, то есть это обычные люди, которые просто сидели со мной, с одной партой, и я могу подтвердить, что это действительно такие вот хорошие истории успеха, которых можно набрать много, это вот я далеко не ходял, даже берусь, кто вот, ну, первый, кто приходит на ум, а также можно много как бы продолжать, вот я знаю, с нами училась еще девушка, партнерами, допустим, Эльстен Янг становится, еще в каких-то крупных компаниях, кто-то уезжает за рубеж, многие, кстати, после немецкой этой программы, да, остались там, работали, то есть в свое время я тоже там остался работать, я работал, как сказал, в коммерческом банке, да, в Голландии, в Амстердаме, после этого вот на международной программе обучал стажировки менеджеров компании Акер Солюшенс в Норвегии, да, то есть и потом в этой же компании в проекты перешел в Россию, да, работал, поэтому пути открываются просто глобальные, и мне кажется, что вот эти сомнения, они сразу развеиваются, если у человека есть желание работать на международном рынке труда, быть международно признанным, сертифицированным, и иметь широкую базу контактов в дальнейшем, чтобы расти и развиваться карьерным. Да, и, конечно, после этих историй успеха, я думаю, люди, которые даже были не очень заинтересованы, они резко заинтересуются во всей этой... Я думаю, что так и будет, это действительно, то есть это не то, что мои какие-то байки или рассказы, это реально объективная информация, факты, и мне кажется, что таких историй много, их нужно действительно, вот этот, они подпитывают имидж, и могу сказать, что после моего окончания даже в Школе экономики, я с каждым годом все больше и больше начинаю гордиться, что я закончил этот пуз, потому что я смотрю действительно на успех вот всех, кто заканчивает в Школу экономики, в Школу финансов, вижу, насколько это впечатляет и насколько высок рейтинг со стороны работодателей. Да, я сама сейчас на данный момент совсем никак не отношусь к Школе финансов и вообще к финансам, но учащаюсь в Высшей Школе экономики и принимаю участие в этом проекте по Школе финансов. Мне самой стало жутко интересно, я уже проанализировала несколько программ для себя, и я как раз хотела у вас узнать, какую именно программу или программу вы проходили и в чем особенность? Возможно, люди, которые хотят именно на данную программу с вами, на той, которой вы обучались, там же специфика немного. Смотрите, основная специфика это разделение идет по направлениям, либо это финансовый рынок, фондовые рынки, финансовые фондовые рынки, вот так называлось. Есть направление банковское, отдельно банковский институт, есть направление именно финансы фирмы, то есть здесь идет разделение, смотря в какой деятельности вы в дальнейшем планируете заниматься. Если вы хотите работать именно как финансовый аналитик и оказывать финансовые услуги, работать именно на рынке, финансовом, то это направление финансово-фондового рынка. Если это банковская деятельность, то это банки, а если же это именно корпоративный менеджмент, финансовое планирование, анализ, казначейство, риски, управление рисками В дальнейшем развитие по этому направлению в ветке финансового директора крупной компании, то это однозначно финансы фирмы. Но финансы фирмы в том числе, сюда относится и весь пласт знаний с точки зрения управления стоимостью как внутри корпорации, так и оказания финансовых услуг по оценке бизнеса, по консалтингу, по принятию инвестиционных решений, то есть это инвестиционные банки, оценка компании для сделок слияния и поглощений, оказания услуг в сфере проведения этих сделок. Здесь больше именно уклон в финансах фирмы есть в том числе и в этом направлении. Если же это чисто работа на финансовом рынке, то это именно финансово-фондовое рынки. Я поняла вас. Большое спасибо. В принципе, у меня вопросы закончились. Вы даже ответили на большее количество вопросов, которые мы сами подготовили. Спасибо огромное за ваши развернутые ответы. Я думаю, что после этого интервью, не знаю сколько, но я думаю, очень много людей действительно захотят попробоваться в финансовой сфере, потому что для некоторых это все сложно, все это цифры, понятное дело, но некоторые истории успеха и действительно вы, как представитель человека, у которого горят глаза на все это, я думаю, очень интересно за этим всем наблюдать и тоже стать частью школы финансов, возможно, в будущем. Спасибо вам большое еще раз. Я очень рад и хочу пожелать всем успеха в этом направлении и также развеять все догадки. Сейчас очень много идет обсуждений, что идет автоматизация, за счет цифровой трансформации новый этап, диджитализация и в связи с этим многие финансовые процессы, банки, финансы, все это там рут, все будет автоматизировано. Даже многие мои друзья, партнеры, кто консалтингом занимаются, говорят, что это все уже старье, финансы у нас уже все это есть, нажал кнопочку, все это сделано. Но для того, чтобы сделать так, что нажимать кнопочки и все это работало, все равно необходимо знание, кто эти процессы будет настраивать, оптимизировать, поддерживать, развивать и с этой позиции знания финансов, такие фундаментальные, они никуда не уйдут. То есть любые даже IT, вот эти новшества, стартапы и прочее, их надо оценивать, все процессы в компании отстраивать и знания фундаментальные именно с точки зрения финансов, они будут необходимы, никуда не уйдут и всегда будут оставаться актуальными. И Вышка именно дает вот эти универсальные знания, которые никогда не умрут и пригодятся в любом случае даже в сфере новой трансформации цифровой. Я с вами полностью согласна, потому что я и сама, когда на своей специальности сталкиваюсь с предметами, которые хоть немного близятся к финансам, я понимаю, насколько это важно, нужно, насколько это востребовано все еще. Поэтому надеюсь, мы получим от этого интервью пользу именно в том, что заинтересуем некоторых людей, как Вы заинтересовали меня. Поэтому еще раз спасибо. Если будут вопросы, конечно, то пользователи или слушатели могут писать, задавать по результатам этих вопросов. Можно, может, более целевой ответ какой-то предоставить, чтобы у людей лучше было информации. Конечно. Самое главное, что Вы рассказали сейчас о себе и Вашем пути, что заинтересует людей. Возможно, конечно, у них возникнут вопросы однозначно. И вот как раз такие вебинары, такие интервью, они помогают. Вот. Я думаю, что на этом все. Ну и как вишенка на торте могу еще представить пример, что мне доставляет, например, радость от текущего проекта. Я вижу, в каком сумасшедшем количестве Excel-файлов сложных расчетов, которые там по 50-100 мегабайт не открываются, с ними невозможно работать. А за счет предложенного решения сейчас у нас работающие формы, где человек заходит, нажимает несколько кнопочек, и сотни тысяч объектов просто за секунду считаются. И в любом развертке любую финансовую информацию можно получить. И это может действительно понажать кнопочки, видеть там вплоть до высшего руководителя, финансового директора и так далее. То есть вот это действительно заставляет удовольствие, что все потраченные временные трудовые ресурсы, они были не зря, это инвестиции в будущее компании, получение информации, корректной в требуемом формате для принятия решений. Я уверена, что это нужно сейчас на данном этапе возможно для руководителей и вообще корпораций. Но я надеюсь, что это перейдет и на нашу учебную деятельность в будущем, потому что мы все сталкиваемся с тем, что Excel-файловские документы, они в огромном объеме и, конечно, вы занимаетесь тем, что, возможно, облегчит нам жизнь в будущем. Так что спасибо вам еще раз. Если у нас будут вопросы, мы обратимся. Вот. На этом все.